Всем огромный привет! С вами снова Марина Пастухова с вот такой вот-вот красотой. Я немножко так подустала за так называемый отдых на море с тремя детками. Это очень тяжело. Сделала много бантиков. Думаю, да ладно, уже отработаем школу, потом уже сниму, показываю. Но потом так подумала, что вы меня не простите. Много у меня таких красивых вот такой модельки. Приступим. Так, обязательно нам понадобится, я их оставлю так, чтобы его видно было, любовались вы. Так, клеевой пистолетик, наша зажигалочка, ножнички, также линейка, также зажим, можно резиночку. Я вам обязательно покажу на резиночке. Обязательно досмотрите мастер-класс до конца. Я там сделала много-много. И с репсом, и с крышечками, и обручи, и синенькие, и красненькие любые. Я думаю, вам понравится. Так, ниточка с иголочкой. Иголочка у меня здесь бисерная. Здесь, как бы, наверное, она должна быть обязательно. Я думаю, уже вы все купили себе бисерные иголочки. Потому что это чудо-иголочки, по сравнению с обыкновенными. Так, нам понадобится лента. Вот такая лента у меня атласная, 2,5 см. Это с люрексом. Она, как бы, так оттеняет и делает по-богатому. Мне так показалось, в всяком случае. Может быть, кому не так. Кто любит поскромнее, я люблю красиво. Так, ленты 1 см. Вот тоже она идет. 1 см. Тоже с люрексом. Потом лента 0,6 мм. И 0,6 мм беленькая и синенькая. Также нам понравится вот такая цианца. Мне понравилась. Она смотрится так оригинально. И вот. Делать мы будем из вот такой, из репсовой. Потому что с атласом, как бы, здесь все понятно. Она ложится хорошо, ровненько, без всяких. А вот с атласом мне пришлось немножко повозиться, потому что он скользит. Я покажу вам потом изделие. Покажу, как с ним работать. Так, для начала нам нужно сделать вот такие вот лепестки. Буду делать в горошек, потому что у меня, кстати, такой ленты уже не осталось. Я ее все израсходовала. Так, синяя лента. Еще синяя лента нам понадобится. Так, теперь могу показывать. Смотрите, сколько синей ленты школьной. Я насобирала. Заказывала вроде бы и у одного, и у второго. И все пишут школьная лента синяя. Ну, вот это вообще какой-то такой цвет. Гляньте, какой красивый. Он не синий, не фиолетовый. Вот так вот. Она в жизни поярче, я так вижу. Так, и вот тоже все оттенки, все говорят, что школьный, синий, каждый по-своему. У меня там еще одна есть, там чуть осталась. Она блестит больше. Такого же оттенка, но блеска у нее намного больше, чем в этой. Так, приступим. Делаем мы вот такой вот лепесток. Только делаем с репсовой лентой. Поубираем все, что нам не надо. Берем атласную ленту 2,5 сантиметра. Я не отмеряю, я его режу, ну, с полного кусочка, там, с бобины. Я так не делаю. Покажу вам потом, как можно сделать второй. Так, делаем вот эту ленту наизнанку. Горошек у нас, как бы, как основной. Здесь я немножечко, миллиметр его сдвигаю, чтобы было видно вот эту вот красоту. Припаиваем. Отходим. Так, этот, кстати, лепесточек не я придумала, я не на себя. Это я нашла у Анастасии Куликовой. Я очень много у нее научилась. Считаю, наверное, чуть ли не моим учителям. Наверное, очень много просмотрела мастер-классов Настины. Вообще. Теперь под низ отступаем, ну, примерно, полтора сантиметра. Теперь делаем треугольничек. Я медленно показываю. И теперь с треугольничка все, как бы, так, под низ. В итоге у нас получается, ну, типа, вот такого квадратика. Так, видите, теперь, куда вот эту ленту вы сомкнете, вот этот хвостик у вас скатывается. С Атласом такого нет, но с репсом есть такая фишка. Показываю, что делала я. Как бы я его так не настраивала, он все равно потом скатывался. Я его вылаживаю. И сразу же немножко я его прихватываю огнем. Для того, чтобы он потом не соскальзывал, когда, ну, пришьете. Все. Мы его припаяли, его совершенно не видно, вот посмотрите. Но уголочек уже держится. И конвертик потом получается, естественно, ровненький. Вот видите, как хорошо. С Атласом такого нет, но репс ползет. Особенно вот я делала такой красивый ребристый репс, он вообще ужасно ползет. Здесь обязательно его можно даже на клей сажать. Теперь сшиваем. Бисерная игра идет очень легко. Она очень легко прокалывает любой репс. Даже там, где какие-то рисунки, горошки. И отрезаем ненужные. Здесь получается такой косой сброс. Я так же самое его потом. Я вам сейчас сразу покажу. Припаиваем для следующих. Мы не выравниваем ленту. И получается очень хорошая такая, потом безотходное производство. Смотрите. Так. И вот он ровно ложится на срезик. Ну, потом уже посмотрите, как оно там. Так. Все. Заканчиваем мы с лепестком. Оттягиваем ниточку. И, естественно, этот краешек нам тоже нужно опалить. Затягиваем. Получаем вот такой красивый лепесточек. Ровненький и не скошенный. И, естественно, с узелочком. Так. Теперь еще показываю. Здесь надо вот этот вот усик сделать максимально узкий. Как только вы можете. Я стараюсь пройти иголочкой сквозь все. Из-за этого я и беру бисерную. Она намного острее обыкновенной. И она очень легко протыкает даже самый-самый толстый, вместе собранный репсик. Все. Красота. Ну вот. Сделали мы четыре лепестка. На один такой лепесток нужно примерно 12-12,5 сантиметров ленты. Теперь нам надо сделать вот такую вот подушечку из флажков. Такая же самая подушечка делается и на американский банк. Такие же самые размеры, как в американском банке. Все ленточки у меня по 11 сантиметров. Мы берем вот такой репс 0,6. И вот сделала флажки. Так же мы берем атлас 2,5 и 2,5 с люрексом. Как сделать быстренько ровненький флажок я покажу. Я еще не показывала. Вообще думаю, это не особо тяжело. Берем ленту, просто слаживаем пополам и вырезаем уголочек. И он получается ровненький и аккуратненький. Естественно, мы опаиваем. И так же с другой стороны. Все. Вот такие вот у нас флажки по 11 сантиметров. Вот 11 сантиметров. Приступаем. Так, надо нам сделать вот такую вот. Сначала мы берем 2 атласных. Я делаю так уголочек к уголочку. Они тогда лежат ровненько. И 2 атласных синих. Вот эти мы уже делаем нахлёстик. Видно, да? 2 атласных сантиметров. Тоже мы уже делаем нахлёстик. Можно как бы менять. Можно сложить композицию, а потом сверху одну положить. У меня там есть такие. Я вам покажу обязательно. И опять нахлёстик идет с люрексом. Вот эти маленькие. Мы их не пришиваем. Мы их сверху приклеим. Иначе, когда их шьешь, они немножко так ломаются. Держим за серединочку. Поднимаем. Прошиваем. Встягиваем. Я считаю, чем больше флажочка, тем он наряднее. Даже если он будет просто одного цвета флажочки, и то будет очень нарядный. Получается вот такая подушка под бант. Вот эти кончики мы его выровняли. А вот эти мы просто приклеиваем сверху. Стараемся, чтобы был контрастик. И я их на миленькое положу. И так они лежат очень ровно. Я сначала, когда пробовала только, я их пришивала. Они весьма выворачивались. Думаю, блин, как у людей так получается. Так аккуратно, что они там никуда не выворачиваются, никуда в кость не смотрят. А потом я так... А как потом? Забыла. Забыла я их пришить. Приклеила, посмотрела. Думаю, тю, круто. Нафига я мучилась. Особенно, когда их начинаешь сшивать, они еще и сползают. Так. Получилась у нас вот такая красота. Теперь нам надо положить вот эту красоту. Можно сделать их между собой склеить. и потом приклеивать сюда. Можно их делать по очереди. Можно сделать их сначала 4 штуки, а потом наклеить на саму подушечку. Я их склеиваю попарно. И потом уже вот эти пары... Такая же рама, и что-то клей не хочет сразу цепляться. Вот. А теперь максимально к серединке приклеиваем их на бантик. Одну сторону, и так же само, естественно, и вторую сторону. Ну вот. Мы склеили, но здесь остается крупная такая, как шов, дырочка. Его надо запрятать. Не всякий, например, кабошон. Если здесь, например, он закроет, ну, как бы... А вот здесь я вам сейчас покажу. Вот я сделаю. Я сюда положила шину. И вот эту вот надо было закрыть. Закрыла я вот этой перекладинкой. Она и смотрится более нарядненько. По сравнению, да? И я сделала такую, как перемычку. У меня там еще есть перемычки. Для этого мы берем ленту. 1 сантиметр, тоже с люрексом, на 12 сантиметров. Находим серединку и склеиваем ее между собой. Ну вот. Мы ее так приклеили. Получаются вот такие петельки. Теперь нам надо ровно посерединочке ее сюда приклеить. Теперь, естественно, нам нужен зажим. Или резиночка. Я использую здесь зажим. Потому что, как бы, считаю, что атлас более хрупкий материал. Лучше его закалывать на зажиме. Репс, естественно, в ней конкуренции. Он не меняется. Он не дает затяжек. Обязательно смотрим. У меня был такой курьез, что у меня были пары. И все в одну сторону. Смотрели заколочки. Обязательно за этим. Смотрите. Ну, как бы так, поначалу. Так, мы приклеили. Теперь мы сюда сделаем ободочек. Ободочек сделаем мы из 0,6. Просто обклеиваю вот так вот по кругу. Ну, вот и все. Наш бантик готов. Я его еще сбрызнула лаком. Пока нету вот этой блестящей, сильно большая сиренинка. Как бы лак не очень переносит. Но все равно так же самое можно закрыть ее пальчиком и чуть-чуть сбрызнуть. Много лака на него не надо его прям заливать. Так вот. Но, тем не менее, я приподнимаю вот здесь вот такие вот, как они барабушками получается. Они более так торчат. Красиво получается. И вот этот можно клеить на обыкновенный горячий пистолет. Он будет очень-очень хорошо его держать. По серединочке. Все. Наша красота готова. Жду своих оценочек. Обязательно. За эту неделю мне столько пришло комментариев, столько общалась в социальных сетях. Мне так было приятно. Девчонки, я даже какая бы я ни была уставшая, но не хотелось даже, как бы честно сказать, не хотелось особо сниматься. Но такой позитив, такой... Я не могу вам передать. Это просто классно. Теперь показываем дальше то, что сделала я. Вот точно такие же, как я и показывала, только с шиной. Смотрится тоже красиво, нарядненько для школы. Сначала покажу школу. Так, это чисто атласный. Вот тоже чисто атласный, красивый. Сейчас новая лента, вот эта красивая. Можно сделать желтый-сиреневый, классический. Очень красивый. Гляньте, какая красота, да? Вообще шикарно, красивый. Черные такие есть там. Фиолетовые. Пробуйте, обязательно пробуйте. Под эту ленту очень красиво подходят вот такие вот цветочки, да? Я думаю, у всех такие цветочки в запасе. Все брали очень красивые. Так, следующий тоже школьный вариант. Это идет однотонная лента. Тоже не пожалеете. Не обязательно брать какие-то полосочки, цветочки. Вот смотрите, из той же этой же синей ленты такой красивой, да? Я получился вот такой вот красивый. Вообще обалденный. Я, естественно, под видео в социальных сетях. Кто еще со мной не дружит? Дружим. Заходим, смотрим под видео в социальных сетях, в комментариях. И на своих альбомах я положу все вот эти фотки. Вы посмотрите их поближе. Класс, да? Вообще. Тоже атласный, тоже школьный вариант. Тоже красота. Черно-белый горох. Классика. Смотрятся только вот эти усики. Теперь я делала не из обыкновенной ленты, а таким с люрексом, нарядным получились. Они крупные. Они не так мнутся, как американский бант. Американский бант очень красивый, но я его не люблю из-за того, что его очень тяжело хранить. Я делаю заколки впроки. Его лучше делать только на заказ, потому что их очень тяжело хранить. И даже потом у них детей тоже есть американские банты. Их тяжело хранить. А такая прелесть намного лучше хранится. Так. Теперь мы сочетаем атлас с репсом. Гляньте. Супер. Вообще супер. Самое классное соединение. Я вообще не люблю, когда соединяют атлас с репсом, но это вообще шикарно. Естественно, чисто. А, вот. Кстати, Новый год не загорали. Все знают, что как только заканчивается 1 сентября, мы сразу все начинаем делать короны, какие-то снежинки, то потом к Новому году мы ночами не спим и не успеваем. Смотрите, вариант со снежинками. Классно, нарядно, шикарно. Да? Тоже атлас с репсом. Дальше. Вот такая сейчас вышла лента в клеточку. Она текстильная. Смотрите, как вообще по-богатому. Здесь я не использовала маленькие флажки, все большие. Но вот эти, кстати, у меня такой ленты тоже уже больше нет. Это автоматически остается моей валюшки. Ну, я думаю, в школу у нас пусть от таких красненьких. Ну, красиво, да? Вообще, по-богатому. Естественно, она на меня уже тычет обруч. Я сделала такой обруч, знаете, какой красивый. Тоже с такими. Если кому интересно, у Анастасии Куликовой есть обруч, вот такой называется звездочка. Зайдите, посмотрите, я не буду его делать. То же самое. Красивый, да? С вот этой текстильной лентой. И, конечно же, классика. Как же без нашей классики? Наша парочка с Микки Маусом. Та-дам! Видите, как классно? Теперь крышечки. Здесь, чтобы не закрывать этот большой шов, я здесь использовала крышечки. Классно. А также обручи, тоже школьные. Вот такой у нас горох. Вот. С вот такой красивой серединкой. не забываем, что 90% успеха это серединка. И вот такой полосатый. Обруч, кстати, я сделала из-за того, что у меня остался такой маленький кусочек, что его ни туда, ни сюда. И из него спокойно получается обруч. Я сделала вот такой еще и обруч. Это на металлической основе. Ленту тоже я сама обклеивала на дракон. Смотрится оригинально, красиво. Так, кто не подписался на мой канал, я вас жду. Обязательно подписывайтесь. Обязательно заходите ко мне в Одноклассники или ВКонтакт. Я всегда рада с вами общаться. Всегда ваша. Марина Пастухова. До следующей встречи. Пока-пока.